Представляет вам книгу Остина Клеона «Покажи свою работу». Десять способов сделать так, чтобы тебя заметили. Второй пункт. Важен процесс, а не результат. Многие люди привыкли видеть только результат работы. Они никогда не видят, чего вам стоит достичь его. Майкл Джексон, поп-музыкант. Отведите зрителей за кулисы. Когда художник говорит о своей работе, он может иметь в виду два разных понятия. Есть работа как готовое произведение, обрамленное и выставленное в галерее. А есть работа, подразумевающая ежедневную рутину, происходящую в его мастерской. Он ищет вдохновение, находит идею, грунтует холст и так далее. Есть живопись как действие и живопись как продукт. Как и в любом виде деятельности, мы различаем в работе художника творческий процесс и его результат. Долгое время считалось, что художник должен относиться к творческому процессу как к чему-то сугубо личному. Эта точка зрения изложена Дэвидом Бэйлсом и Тедом Орландом в их книге «Art and Fear». Для зрителя важен результат – готовая работа. Для вас и только для вас имеет значение процесс – опыт создания творческой работы. Подразумевается, что художник должен держать свои идеи и готовые работы под замком до тех пор, пока не создаст удивительное творение, с помощью которого он попытается найти с аудиторией общий язык. Детали созидания творческого продукта не представляют никакого интереса для зрителя, «Потому что чаще всего в законченной работе их не найти и не опознать», – пишут Бэйлс и Орланд. Такая позиция имела смысл в доцифровую эпоху, когда художник мог вступить в связь с аудиторией только с помощью выставки или рецензии в модном журнале по искусству. Но сейчас, используя интернет и социальные сети, художник может практически бесплатно делиться чем угодно и когда угодно. Он сам определяет, какую часть своей работы и информации о себе хочет сообщить миру. Он может рассказывать о процессе своей работы настолько открыто, насколько пожелает. Он может публиковать наброски и фрагменты работы, фотографии своей мастерской, писать о тех событиях и людях, которые на него повлияли, о том, что его вдохновило, о инструментах, которые он использует. Рассказывая о текущем рабочем процессе, то есть о том, что волнует его больше всего, художник может установить со своей аудиторией особую связь. Многих художников, особенно тех, кто вырос в доцифровую эпоху, пугает подобная открытость и связанная с ней уязвимость, когда речь идет о творческом процессе. Вот что писал Эдгар Аллен По в 1846 году. «Большинство писателей и поэтов предпочитают, чтобы люди полагали, будто они творят в состоянии иступления по наитию. Мысль о том, что общественность могла бы подсмотреть за их работой, привела бы их в ужас. Но дело в том, что люди интересуются другими людьми и тем, чем эти люди занимаются. Люди действительно хотят знать, как делают сосиски», написали дизайнеры Дэн Провост и Том Герхард в своей книге. Постоянно рассказывая о своей работе, вы можете установить связь со своими клиентами. Это позволит им увидеть за продуктом живого человека. Зритель хочет не только смотреть на интересные работы, но и сам желает быть созидательным, стать частью творческого процесса. Отпуская эго и рассказывая о процессе, мы даем людям возможность почувствовать связь с нами и с нашими работами, что поможет в продвижении нашего продукта. Чтобы установить связь, мы должны сделать так, чтобы нас могли увидеть по-настоящему. Брэнни Браун, ученый-исследователь Фиксируйте все, что делаете. В 2013 году весь интернет влюбился в командира МКС, астронавта Криса Хэтфилда. За три года до этого, сидя за семейным обедом, Хэтфилд пытался найти способ привлечь внимание публики к канадскому космическому агентству, которое, как и многие другие космические программы, столкнулось с сокращениями бюджета и нуждалось в поддержке общественности. Папа хотел придумать, как можно приблизить зрителей к повседневной жизни астронавтов, говорит сын Хэтфилда Эван. Он хотел показать не только магию и научную сторону работы в космосе, но и связанные с ней обыденные дела. Капитан Хэтфилд хотел показать свою работу. Все стало на свои места, когда сыновья объяснили ему, что такое социальные сети, и создали его аккаунт в Твиттер и других сетях. Во время своей следующей пятимесячной миссии, выполняя повседневную работу астронавта, он писал о ней в Твиттере, отвечал на вопросы своих читателей, публиковал фотографии Земли, сделанные из космоса, записывал музыку и ролики, в которых стриг ногти, чистил зубы, спал и даже ремонтировал космическую станцию. Ролики он выкладывал на Ютуб. Ему с удовольствием внимали миллионы людей, включая моего агента Теда, который написал о себе в Твиттере «Обычно я не смотрю ролики, в которых парни чинят трубы, но они делают это в космосе». Посмотрим правде в глаза. Не все мы художники или астронавты. Многие из нас выполняют работу, которая, на наш взгляд, вовсе не заслуживает того, чтобы ее демонстрировали кому-либо еще. Но независимо от рода вашей работы в ней присутствует творчество. Стоит вам представить ее подходящим образом, и обязательно найдутся люди, которые заинтересуются вашим делом. Более того, ваш рабочий процесс может оказаться еще ценнее, если его результатом поделиться сложно. Если вы еще только осваиваете новое занятие. Если вы пока не можете блеснуть шикарным портфолио. Если процесс вашей работы не подразумевает появление законченного материального продукта. Как показать свою работу, если вам нечего показывать? Сначала соберите все фрагменты и отходы вашего рабочего процесса и превратите их в нечто интересное, чем вы могли бы поделиться. Превратите нечто эфемерное в нечто видимое и осязаемое. Когда журналиста Дэвида Карра попросили дать студентам совет, он сказал, сделайте что-нибудь. Никому не будет дела до вашего резюме. Они захотят увидеть, что вы сделали своими руками. Фиксируйте все, что делаете. Заведите рабочий дневник. Записывайте в блокноте свои мысли или наговаривайте их в диктофон. Займитесь скраббукингом. Делайте фотографии вашей работы на разных стадиях процесса. Снимайте то, что вы делаете на видео. Сейчас речь идет не об искусстве. Просто документируйте все, что происходит вокруг вас. Воспользуйтесь простыми и дешевыми средствами, которые лежат у вас в кармане. Сегодня почти каждый носит с собой полностью оборудованную мультимедийную студию в смартфоне. Независимо от того, делитесь вы фрагментами вашего рабочего процесса с окружающими или сохраняете их для себя, фиксация и запись сослужат вам хорошую службу. Вы начнете более четко представлять то, чем занимаетесь, и почувствуете, что делаете успехи. А когда вы решите ими поделиться, у вас уже будет рабочий материал, из которого можно будет выбирать. Третья часть. Делитесь успехами понемногу каждый день. Делитесь своей жизнью и работой каждый день. И в вашей жизни начнут появляться удивительные люди. Бобби Соломон. Основатель популярного блога о дизайне, музыке и культуре. Третья часть. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok